Добро пожаловать в новостройку. Программа по переселению из ветхого жилья на особом контроле губернатора области. В ходе ее реализации глава химок Олег Шахов вручил ключи от квартир еще 31 семье. Дом, расположенный по улице Центральной в микрорайоне Подресково, распахнул свои двери перед очередниками, многие из которых ждали этого события более 10 лет. Татьяна Кастанда вместе с новоселами оценила все прелести переезда. Сейчас в химках для расселения очередников возводится 27 тысяч квадратных метров жилья. Также найдены инвесторы для строительства еще 8,5 тысяч квадратных метров. Только с этим застройщиком мы видим разговор о том, что переселим 100 семей и будет вручный ключ от 100 квартир в новых домах. Сегодня 31, до конца апреля месяца, до 9 мая еще 13 и дальше будем идти такими же шагами. Согласно нормам социального жилья, квартиры сделаны, что называется, под ключ. Ремонт делать не нужно. Поздравляем! Поздравляем! Очередники называют этот день одним из самых счастливых в жизни. Семья Сиченко решила разделить долгожданный момент с друзьями. Ждали как бы давно, да, и получили как бы сейчас на данном этапе огромное удовольствие от завершившегося процесса. Счастье переполняет, просто все необыкновенно, все здорово, спасибо огромное. У Веры Поляевой ветхий дом оставил неприятные воспоминания, но не худшие. Женщине приходилось жить даже в зоне боевых действий. О такой квартире она мечтала всегда. На большой кухне раковина уже обрамлена керамическим фартуком и подключена плита. Отсюда выход сразу на просторную застекленную лоджию. А под окнами очень будет красиво, когда деревья у нас тут подрастут и травка зазеленеет. Также есть и необходимая сантехника и даже гардеробная. Ремонт сделан так, что жителям остается только завести мебель. Те условия, в которых мы жили, с всех цивилизаций у нас только была холодная вода и свет. Все. На улице туалет. Этот дом 17-этажный, здесь 594 квартиры. Есть гостевая парковка и подземная, оборудованные системой охраны. Дом оборудован видеосвязью, домофонной связью. Все это сведено в диспетчерский пункт. Паркинг тоже самый оборудован контролем доступа. Дом оборудован всем необходимым для маломобильного населения. То есть это и пандусы, и съезды с тротуаров на проезжую часть. Под окнами большие детская и спортивная площадки с мягким покрытием. Высажено много разновидностей деревьев и кустарников. А вот в этих ветхих домах жили те, кто сегодня получили квартиры. Так как застройка ведется комплексно, совсем скоро на месте этих домов появится детский сад на 160 мест. Татьяна Костанда, Валерий Алексеев, Служба новостей.